Если заголовок статьи в Бильд «Украина начинает уничтожать ВПК России» совсем недавно можно было воспринимать с определенной степенью иронии, то сегодня уже ни у кого не остается сомнений в том, что на этот раз флагман немецкой желтой прессы попал в цель. Действительно, эта ночь на болотах выдалась очень тревожной и совершенно неприятной. Зафиксированы прилеты по промышленным предприятиям в зоне до тысячи километров от украинской границы, причем несколько из них стали знаковыми. В свое время мы подробно описывали первый опыт уничтожения российской ПВО Турцией в Сирии. Тогда байракторы устроили охоту за панцирями. После 20-й машины уже даже перестали считать количество утилизированных вундервафель, а турки продолжили свою работу в Ливии, в результате даже захватили пару вполне целых образцов. До экипажей дошло, что находясь внутри консервной банки, у них намного больше шансов закобзониться и пора валить подальше. Если отойти на 10, а потом и на 100 километров, то можно остаться, если не здоровей, то хотя бы живей. Потом эстафету депанциризации подхватила Украина. Когда в промышленных масштабах вырезаются тяжелые комплексы ПВО С-300 и С-400, пачками Торы, Буки и т.д., подсчитывать всякие панцири уже было как-то мелковато. Но вот этой ночью ВСУ перешли на качественно новый уровень ликвидации этой техники. И здесь есть, что отметить. Сегодня прилетела по заводу Щегловский вал в Туле, где производят самовары, микрофоны, гармошки, пряники и панцири. Раньше там еще и лапти плели, но милитаризация вытеснила этот лакшери своими вундервафлями. Подробностей, куда прилетело с эффектом вспышки и задымления, пока нет. Зато есть множество кадров момента прилета с последующим костерком в районе завода. Бонусом является то, что это предприятие занимается еще и модернизацией бронетехники. Вместо того, чтобы вырезать поодиночке, ВСУ решили оптом ликвидировать все производство. Такого с ними еще никто не делал. Но дефлорация неизбежна даже для панциря. А главное, теперь сотрудники этого предприятия точно знают, что спокойно точить железяки, предназначенные для того, чтобы убивать украинцев, у них уже не получится. Этой ночью почему-то тоже не спали в Смоленске и Орле. Там работало ПВО и все сбило. Нефтебаза в Клинцах горела более суток и все попытки потушить бесплатный обогрев не дали результата. Пожарники рассказали о том, что теперь просто ждут полного выгорания топлива. Просто его много, вот и горит так долго, на радость всем, включая людей. В белгородских интернетах злорадствуют. Ну что, теперь знаете, что это такое? А в самой Туле пишут такое. Предвестником больших неприятностей стал удар по портовым сооружениям в Усть-Луге под Свято-Ленинградом. Там уходят в воду трубы Северного потока и находятся нефтеналивной и угольные терминалы. Но прилетело в другое место. В ночь с субботы на воскресенье в порту Усть-Луга произошел пожар на терминале крупнейшего производителя жиженного природного газа в РФ компании «Новотек», сообщает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Пожар локализован, горит цистерна объемом 100 кубометров. Официальной информации о том, что стало причиной пожара, пока нет. Но уже подтвердили, что персонал эвакуирован, а перед возгоранием прозвучало два взрыва. Случайные свидетели прямо говорят о том, что перед взрывами они слышали, что по направлению порта пролетели беспилотники. Одиночный налет на нефтебазу стал пристрелочным, а сейчас под огнем оказалась намного более жирная цель. Это был первый ощутимый удар по Игле Кащея. Как только пройдет массированная атака по терминалам в Усть-Луге и Новороссийске, экспорт нефти пойдет под откос. Вместе с копеечками на пропитание всея на Московии. Кстати, тут можно напомнить некоторые детали, связанные с экспортом российских углеводородов. Санкции распространяются на нефть, которую Раша экспортирует морем, пока они не прямые, но постепенно набирают обороты через включение в санкционный список танкеров, участвующих в нарушениях санкций. А газ в любом виде под санкции так и не попал. Более того, непосредственно СПГ даже не рассматривался в качестве объекта для санкций. Поэтому терминал СПГ Новотек вполне легально отгружает сжиженный газ. В СУ показали, что так можно наложить свои собственные санкции, причем сделать это можно быстро, по принципу «нет терминала, нет экспорта». Сомнений в том, что наши военные способны устроить нечто подобное, ни у кого нет. Тут есть еще один слой последствий. Возможно, газовый терминал быстро отремонтируют, возобновив экспорт СПГ. То есть прямых и долгосрочных последствий от этой атаки ожидать не надо. Но это был удар под дых, которого рашисты точно не ожидали. Стаду на это вообще плевать, им без разницы, есть там какой-то терминал или он рассосался. Проще говоря, они даже представить себе не могут, как этот веселый костер может добраться до их персонального кармана. А вот верхушка пирамиды ощущает мандраж. Это прилетели только первые ласточки, и они могут уже предметно делать прогнозы, что когда в терминал прилетит не два, а пятьдесят дронов, то можно выключать за собой свет. На этом бензоколонка закроется на очень долгий переучет. Но это не все. ВСУ уже получает средства, которыми уверенно оперирует на таких расстояниях и при необходимости может атаковать что-то непосредственно в Свято-Ленинграде. Это означает, что все расстояния, которые пролетели дроны, уверенно накрываются нашими средствами поражения. И на всем этом пространстве, в тысячи километров от границ Украины, всем пора задуматься о Вечном и держаться поближе к Земле. Особенно тем, кого угораздило жить недалеко от чего-то военного. Ну а самый главный вопрос, который действительно должен волновать лаптей, носит технический характер. Этот удар по усть-луге – это уже весь предел дальности. Или дроны могут пролететь дальше. Как насчет авиабазы «Оленья» в Мурманской области, откуда тушки вылетают для запуска крылатых ракет по Украине. Там же находятся места хранения ракет, и база Северного флота тоже недалеко. Северного флота